Переходим к букве ПОКОЙ. Имя буквы ПОКОЙ. Под простым титлом, и если мы ставим сбоку точку, перед нами цифра. ПОКОЙ обозначает 80. Что же значит слово ПОКОЙ? В нашей обыденной жизни мы пользуемся им беспечно. ПОКОЙ – это отсутствие суеты, это некоторый отдых, например, заслуженный отдых, пенсия. ПОКОЙ – это дом. Где мы спокойны, спокойно себя чувствуем. Если человек нервничает или беспокоится, мы ему говорим – успокойся. А есть люди очень беспокойные. Бес лишает их покоя, гоняет их. Значение буквы ПОКОЙ – как воскресение в вечную жизнь. Если мы обратимся к христианскому словарю, то мы увидим, что это слово для нас – загадка. Такой же крепкий орешек, как и сочетание слов «блажение нищие духом». Рассмотрим, как нам понимать это слово, по крайней мере, приблизиться к его пониманию. Вспоминаем ПСАЛОН 114 стих 6. «Обратися, душе моя, в покой твой». Как это? Обратимся к толкованию святых отцов, потому что нам здесь непонятно, о чем речь. Но мы понимаем, что смысл здесь какой-то особенный, какой-то глубокий. Святые отцы толкуют, что здесь говорится об отшествии души праведника в обители горние, на покой вечный, в Царствие Небесное, в землю живых, там, где праведники ведут равноангельное житие. И тогда получается, что покойник – это тот же живой, и покой – это жизнь. Но жизнь уже за пределами земной жизни, жизнь вечная. Как говорит нам церковный словарь, покой души – это прекращение грехов смертью. У каждого свой покой, кто какой заработает, духовными трудами своей жизни на земле. Покойник – это тот, кто получил высший покой, пройдя смерть, родившись в третий раз, в жизнь вечную. У христианина три рождения. Первое – это рождение телесное, второе – рождение духовное, в крещение, а третье рождение – это в жизнь вечную. Иерей на панихиде многократно возглашает, обращаясь к Господу Иисусу Христу, Яко ты, еси, воскресенье, и живот, и покой. Смотрите, опять цепочечная конструкция. Воскресенье и живот. К нему присоединяется слово еще. И покой. Эти все три слова как бы составляют некое единое слово, означающее жизнь вечную. Также обращаем внимание на панихиде на слова «Во блаженном успении», «Вечный покой», «Подожди Господи усопшим рабам твоим». Буква заставка «Покой» о восстановленной гармонии мира. Слово «Покой» противоположно слово «Мятеж», «Смута», «Суета». До первого революционера и мятежника, падшего ангела, мир был сотворен Господом в покое, в равновесии, в гармонии. И сама буква «Покой» является гармоничной, она симметрична. И вот этот покой восстановленного мира в его первоначальной гармонии изобразил древний художник на буквице заставице «Покой». Мы видим, что здесь покой, символ чистоты лилии, трелесник, который всегда рисуется на буквах в знак Святой Троицы и говорит о мудрости сотворенного мира. Как говорят художники, вот здесь ещё нарисованы два каких-то необыкновенных зверя, которые тоже спокойны, как бы насыщены. Всё здесь в этой букве дышит спокойствием, гармонией и равновесием. Словарь на букву «Покой» Слова на букву «Покой» составляют четверть всего словаря. Если мы возьмём многотомные словарные издания, ну, например, четырёхтомник, то третий том будет обязательно посвящён слова на букву «Покой». Немало прекрасных слов на букву «Покой» и в православном лексиконе, в православном словаре. Паломник, Паникодила – это многосвечный подвесной светильник, Патерик – сборник святых житей. Несколько праздников называются на букву «Покой» – «Преображение Господне», «Покров Пресвятой Богородицы» – это не двунадесятый праздник, но русский народ очень любит его и считает великим праздником и празднует его торжественно. Ещё раз вспомним о слове «просто», что это непростое слово, и значение у него в словаре церковном иное, чем в нашем обыденном разговоре. Мы знаем, что это слово даже бывает жаргонного оттенка, ну, «просто», говорят у нас, а на самом деле «просто» – это значит прям бесхитростен и не кривой, не лукавый, ясный, неделимый, когда нас церковь приглашает прослушать премудрость Божию, слова священного Писания, то мы слышим восклицания, обращённые к нам. Это значит станем простей, прямой, выпрямимся, перечтением священного слова. И Троицу Святую мы называем простой. Троица простая, припростая – это она, значит, ясная, прямая и нет в ней никакого лукавства. Во время Великого Поста, в первую же неделю, мы слушаем канон Андрея Критского, великий покаянный канон святого Андрея Критского. И там есть песнь пятая Великого канона, в которой всегда славится Троица Святая. Тя Троица славим единого Бога. Свят, свят, свят еси. Три раза повторяется свят в знак Святой Троицы. Называются лица Святой Троицы. Отче, сыне. Все слова под титлами в знак их особой святости. И Душе, Дух Святый, так мы к нему обращаемся, Душе, истины и Душе, все три лица, простое существо, потому что Троица есть единица, простое существо, прямое и ясное. Единица, присно поклоняемая. Присно, то есть всегда. Обратите, пожалуйста, внимание на слово поклоняемая. Оно пишется через А, в отличие от русского языка. Рождается, поклоняется, всегда перед последующим Я пишется А. Указывающее на знак длительного действия, нескончаемого действия. Христос рождается. Он всегда рождается, потому что для нас это событие в вечности. Поклоняемая. То есть Троице мы поклоняемся вечно, всегда, присно, постоянно. Азбучный стих Гамилии. Наш, он, покой. Итак, что же мы узнали на сегодняшнем уроке? Мы узнали, что кириллические буквы «наш», «он», «покой» сохраняются с небольшими изменениями в нашей гражданской азбуке, но имен не имеют и называются НОП. Далее. Как сказал один из болгарских ученых, что в азбуке в кириллической много загадок, и вряд ли когда мы их разгадаем до конца. Может быть, слова «наш», «он», «покой» составляют три отдельных предложения, и нам предлагает предшествующая буква, имя её, задуматься. Мыслите, подумайте, как это так. «Наш», «отче наш», «он», «он», «бог» там, высоко на небе, невидимый, но зримый нашими сердцами, и покой. Это вот то состояние, то высшее блаженство, к которому Господь нас призывает. Задание к уроку. Задание первое. Найдите в молитвах и церковных песнопениях слова с приставкой «пре», указывающие на превосходную степень по отношению к Господу, Богородице, Святым Божиим. Запишите по-церковно-славянски не менее шести слов. Задание второе. Выберите и запишите по-церковно-славянски по четыре мужских и женских имени на букву «покой». Установите значение имён. Задание третье. О чём плачут плачущие, чтобы быть блаженными? Блажене плачущие. Якотии утешатся. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 4.